Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава пророка Иезекииля Для библейского портала экзегет Читаю свой перевод с небольшими комментариями Я Андрей Десницкий Ну вот, 16-я огромная глава И скандальная глава, в которой всякие неприличные образы Хотя, что неприличного в том, что у человека Есть тело, и что люди вступают иногда в супружеский союз Друг с другом Вопрос в том, как они себя ведут в этом союзе Вот эта глава шокирующая Она вот такая, может быть, центральная Для, может быть, всей первой части книги Которая идет до описания Нового Иерусалима Но 17-я глава возвращается к тому образу, который был в 15-й Это виноградная лоза Я напомню, что виноградная лоза Один из главных символов Израиля Что еще когда входили в обетованную землю Задолго до того, как вошли все Разведчики сходили посмотреть, что это за страна И принесли оттуда огромную виноградную груз Показать, что вот такая плодородная страна Хорошая И с тех пор, наверное, вот Израиль, живущий в обетованной земле Он понимается как виноградная лоза Вот такой образ, такая метафора Естественно, лоза должна приносить хорошие плоды Иначе зачем она нужна? Ну вот, приносит ли Израиль своему богу свои плоды? Это вопрос И 17-я глава продолжает эту цепочку метафор Отчасти возвращаясь к метафоре 15-й Зачем так много метафор? Ну ведь все уже сказано Во-первых, пророки, они, в общем-то, еще и поэты Практически все Они любят говорить красиво и ярко Во-вторых, люди не слышат часто И люди по-разному устроены Одному, одно какое-то описание подойдет Другому надо другое И во многом как раз пророческие книги В частности, Израиль Это попытка с разных сторон подойти Описать что-то, ну, достаточно важное И в каждой образе он ведь несет свои какие-то оттенки Тонкости, которые в другом образе просто, ну, не раскрываются Итак Было мне слово Господне Сын человеческий, расскажи такую притчу Образно описав Дом Израилев Передай такие слова Здравствуйте, он уже две главы только образные говорит И вот, наконец, он говорит вообще все это образы Ну, наверное, это для тех, кто уже совсем не понимает Да, вот, люди не делают различий Часто так бывает между образной речью И речью прямой, где все называется своими словами Вот, для таких особо одаренных 17 глава Передай такие слова владыке Господа Огромный орел с огромными крыльями С огромными перьями С длинными перьями С пышным разноцветным оперением Прилетел на Ливанские горы И сорвал верхушку кедра Отломил верхний молодой побег И принес его в ханаанскую землю Посадил в торговом городе А может быть, здесь Ханания Ханания и торговый город Это, собственно, одно и то же Ханания были известны именно как торговцы Что это такое? Ой, какая-то загадка Вот не очень сообразительные люди думают Кто этот орел? Ливанские горы, верхушка кедра Что-то незнакомое Потом взял он семечко в этой стране Посадил его, словно ива На обильно орошаемом поле Выросла она и стала виноградной лозой Раскидистой, приземистой Побеги ее склонились к нему А внизу были ее корни Выросла виноградная лоза И произвела побеги Пустила ветви Было другой огромный орел С огромными крыльями и пышным оперением И вот лоза потянулась к нему корнями Простерла к нему ветви Чтобы он рошал ее еще обильнее Чем на прежнем месте Была она посажена на плодородном Хорошо рошаемом поле Могла пускать побеги и плодоносить Становиться великолепной лозой Итак, у нас два орла Один приносит верхушку кедра Второй приносит некое семечко Из которого получается лоза Лоза тянется к другому орлу Давайте почитаем дальше Прежде чем разгадывать Передай ей такие слова Владыки Господа Хорошо ли ей будет? Не вырвут ли ее с корнем? Не оборвут ли ягод? Не засохнет ли она? Не увянут ли молодые ее побеги? Не понадобится ли даже большой силы Или толпы, чтобы вырвать ее с корнем? Она посажена, но хорошо ли ей будет? Не увянет ли при первом порыве Восточного ветра? Где росла, там засохнет и увянет Ну, лоза, если тебе один орел принес На другого ты не заглядывайся, не ориентируйся Уже начинаем что-то понимать, правда? И было мне слово Господне Вот что передает ему мятежному племени Разве вы не знаете, что это означает? Вот, смотрите, он здесь заинтересовывает 16 глава шокирующая Вы, Израиль, вы неверная жена С кучей подробных описаний А здесь вот какой-то орел, какие-то растения Что это? Какими разными путями пророк пытается достучаться? Иногда он прямо в лицо бросает Как по щечину дает Иногда он... Сейчас я вам одну загадку загадаю Вот был орел, был другой орел Лоза, кедр, что это? И люди начинают думать Всеми способами донести свою мысль И включить, включить обязательно Слушателей или сегодня читателей Чтобы где-то они обиделись на такие резкие слова Где-то они заинтересовались Чтобы они не были безучастными А там он что-то болтает Неважно, не хотим слушать, это скучно Нет, не скучно Вот что угодно, но не скучно Вот что передает ему мятежному племени Ну, заодно и напомнил Что это мятежное племя Которое неверно Которое приходится вот обличать Разве вы не знаете, что это означает? Все ведь просто уже, да? Пришел в Иерусалим вавилонский царь Взял его царя из нати Забрал их с собой вавилон Взял он другого человека из царского рода Заключил с ним союз Взяв с него склятву И увел с собой видных людей этой страны Чтобы ослабить это царство Чтобы не возносилось Чтобы продолжало соблюдать союз Но новый царь восстал против него Отправил послов в Египет Просяк они и многочисленное войско Хорошо ли ему будет? Уцелеет ли тот, кто так поступает? Он нарушил договор Уцелеет ли? А мы-то думали Это про Бога Ну, первая мысль Огромный орел Поднял семечко, посадил его Вот Господь Израиль Вывел из земли египетской И насадил его в земле Только что же мы в 16 главе Подробно читали Как он подобрал Новорожденную девочку Которая там была брошена в поле Как из нее выросла красавица Он ее взял замуж Украсил всеми одеждами И так далее Наверное, это про то же самое А нет Наверное, там, где мы уже Про двух огромных орлов прочитали Мы поняли, что Ну, не может быть Бог И другой такой же Значит, это что-то другое Мировые империи Вот вам Вавилонская империя Ну, мировые для того мира Для Древнего Ближнего Востока Огромные и могучие Вот вам Египетская И они все практиковали Ну, разве что, кроме Египта Вавилоняне, а сирийцы Практиковали переселение народов Когда забирали из одной местности в другую Чтобы там Ослабить волю к сопротивлению Чтобы люди не устраивали восстание Против своих новых господ И вот здесь Смотрите Что делают эти орлы А, в общем-то, то, что, наверное, делать должен Господь Берут и пересаживают виноградную лозу А тоже в хорошее место Она может там расти Ничего страшного Как это? Вавилонский плен Иезекииль говорит Да ладно вам Тоже тут хорошо Тоже вот вода есть Можно расти Можно плодоносить Получается, что все равно В какой земле жить? Я думаю, здесь смысл Немножко другой Вот все эти орлы А это все внешние обстоятельства Давайте к ним приспосабливаться Давайте поймем Как нам лучше поступить в данной ситуации Но важно, что мы лоза Важно, чтобы мы приносили плод А где конкретно нас посадили Ну, не всегда от нас зависит Вот, собственно Одна из основных мыслей Книги Иезекииля Можно жить в плену На чужбине Вдалеке от священной земли Ханаана От Израиля От храма Которые, кстати, скоро будут разрушены И оставаться Израилем Оставаться в союзе с Богом Ну да, орлы тут летают Приходится учитывать их Скажем так, действия Против которых мы даже не можем возразить Давайте подумаем Как нам лучше Чтобы нас эти орлы Там не заклевали Не потоптали Эти великие государства Но А мы не великая Нам не очень важно Что они там Друг с другом делают А что нам важно Жив я пророчество Владыки Господа Там, где живет царь Который поставил его на царство И клятву, которому он растоптал И союз, которым он нарушил Там в самом Вавилоне Он умрет Идет речь как раз Про израильского царя Который восстал Фактически против Вавилона И нарушил клятву верности ему То есть фактически Языкирия уступает Как такой пропагандист В верности Вавилону Ничего себе Со всем могучим своим войском Многочисленным народом Не поможет ему фараон В этой войне Когда будет насыпан вал И построена осадная стена Многим на погибель Он растоптал клятву Нарушил союз Он бил по рукам А теперь так поступает Нет, не уцелеть ему Получается, что нарушение Клятвы Вавилонскому царю Завоевателю Захватчику Оно тоже Есть Некое дурное действие Мы-то все читаем Что нарушили завет С Богом Ему изменили А тут Вавилонскому царю Непокорно И это тоже плохо Ну, по крайней мере В практической политике Да Сепаратизм Это называют сегодня Кого как присоединили Это уже второй вопрос Может не всегда законно Может не всегда правильно Но теперь Вот вы часть этого Вавилонского единого государства Ну, давайте По крайней мере Соблюдать клятвы Которые даете Вавилонскому царю А иначе вас просто Растопчут в Вавилонии Очень практическая мысль Потому так Говорит Владыка Господь Жив я И за клятву мне Которую он растоптал За союз предо мной Которую он нарушил Я спрошу с него Брошу на него Мою сеть Снимаю его в мою ловушку Приведу его в Вавилон И там буду его судить За вероломство против меня Обратим внимание Господь говорит Ты восстал против Вавилона Ты нарушил клятву предо мной Ты же передо мной Клялся в верности И я с тебя за это спрошу Вот прямо Мне кажется Это скандальнее Чем в прошлой главе Были образы блудницы С подробным описанием Как она ноги раздвигала Потому что фактически Это означает Господь говорит Я на стороне Вавилонин Я вас накажу За то, что вы не верны Вавилонинам Да Вот прямо не знаю Как это комментировать Но давайте Дочитаем главу Может что-то в голову придет Кто убежит из его отрядов Те падут от меча Кто уцелеет Те развеются по всем ветрам И будете знать Что это я Господь говорил Так говорит Владыка Господь Возьму я ветку С вершины Высокого кедра И дам ему Новое место Отломлю нижний верхний побег И посажу Мы уже выяснили Что это перемещение царей Да Посажу его на высокой горе Израильской Пустит он ветви И будет плодоносить И сделается великолепным кедром В израильской земле Он будет расти Этот царь И поселятся под ним Всякие птицы И все пернатые Будут жить в его ветвях И будут знать Все полевые деревья Что я Господь Я валю высокое дерево И взращиваю низкое Я иссушаю зеленеющее И делаю цветущим сухое Я Господь как сказал Так и сделаю Вот смысл этой главы Главный Вы дорогие израильтяне Все выясняете С вавилонинами вам не нравится С египтянами может будет лучше Давайте к этой державе примкнем К той примкнем Против этой восстания Мы эту на помощь позовем Ничего из этого не получится И более того Все эти ваши хитрости Все эти ваши вероломства Они есть преступления Придо мной Вы нарушаете клятву Придо мной И я это уничтожу И будете знать Что я Господь Но однажды Однажды Я сделаю все по-другому По-своему Просто это сделаю я А не вы Просто это будут Не политические Геополитические Как сегодня принято говорить Расклады Какая там держава Самая нам удобная С кем там нам дружить С кем нам воевать Против кого выставать С кем временно Притворно мириться А потом обманывать Эти все расчеты Не работают Помните о том Что я Господь Помните о том Что вы виноградная лоза Самое главное Чтобы вы Приносили мне плоды А вот как быть Если плодов Кто-то не приносит И есть ли Кстати коллективная Ответственность Очень важный вопрос Потому что народ Есть нечто единое Да Если народ Восстает Или там Выступает на войну То все Последующее касается Народа в целом А там же разные люди А дети Которые вообще Ну не принимали решения Ни в чем не виноваты Они страдают от войны Больше наверное взрослых Как с этим быть Очень тяжелый вопрос И он разбирается У Эзекиеля В 18 главе